Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Выходные в Чите запомнились жителям несколькими событиями. Кто-то использовал возможность отдать свой голос за новый власть в Чите, а кто-то отдохнул на велосипеде. Так, более двух десятков велосипедистов поучаствовали в соревнованиях в лесу Читы, тем самым окончив велосезон. Вдохновителями стало сообщество Extreme Holidays. Они смогли связать воедино новичков, а также тех, кто по-настоящему оценит катание на велосипедах. Наша задача была сделать следующее. Собрать велосипедистов, которые катают по городу и в принципе нигде не участвуют. В большинстве случаев, скорее всего, это страх, боязнь, что в принципе никаких мест не достанется. Поэтому у нас был такой небольшой отбор, чтобы можно было собрать людей, которые, скажем так, начинающие велосипедисты, и пригласить их на данную гонку. Что, собственно, у нас и получилось. Соответственно, сегодня у нас мужской заезд был 20 километров, женский был 10 километров. Ребята себе очень хорошо показали, быстро проехали круги, даже прям удивило как-то, незаметно как-то время так прошло. Такие этапы легко может взять и начинающий, поэтому и гонку проехали все. Данные мероприятия я в принципе, ну, если раз в год проведу, то это хорошо. Да, то есть, ну, подобного плана я имею в виду, например, да. Если бы было чаще, интереснее, что-то еще придумывали, организовали и поддерживали, было бы гораздо круче. То есть, помогали трассу, да, делать еще что-то, еще какие-то, ну, в шестов, да, выводили, было бы гораздо лучше. А так вот все своими силами, но и в целом уже неплохо получается. То есть, в принципе, по моему мнению, очень круто. Длина заезда для мужчин была увеличена до 20 километров. Женщины осилили 10. Однако девушек на заездах было немало. Многие из них активно участвуют на велогонках, кто-то начинает заявлять о себе. Я в этих соревнованиях участвовала первый раз, и для меня это было очень интересно. И по первому разу, конечно, показалось сложновато. Ну, в целом, очень понравилось, как узнала свои способности, есть над чем работать, если я буду дальше предпринимать какие-то шаги по достижению еще больших целей. Темп жизни очень ускоренный, поэтому девушкам тоже нужно везде успевать, как и мужчинам. Но все-таки не нужно забывать, что девушки должны оставаться девушками. Но это тоже какой-то азарт, это какие-то новые чувства, вдохновение, в общем, все здорово. Помимо гонщиков, было и немало желающих поглазеть на события гонки. А для самых маленьких участников провели специальный заезд. Десятиклассник Саша проехал гонку за 50 минут, что позволило ему стать победителем. Мне кажется, такие соревнования должны стать как минимум ежегодными. Это собирает людей, объединяет. Люди весело проводят свою досуг. Это очень здорово, что собрались такие соревнования. Такие гонки в лесу пока еще в новинку для чтинских любителей. Однако надеемся, что в новом сезоне нас ждут увлекательные события в велодвижении. Ирина Халецкая, Анна Хвостова, специально для ЗАБ-ИНФО. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!